Уважаемые телезрители, сегодня мы чистим маринованную корешку для того, чтобы сделать филе корешки в масле. В прошлый раз мы ее солили. Солить ее нехитро, так же как кольца, это 2 к 1 соль. Солим мы день или два, зависит от того, какой плотности корешка, какая температура и какое количество вы используете посолочной смеси. Поэтому по ходу засолки пробуем, чтобы она не была пересолена. И вот примерно через сутки, обычно столько хватает времени, мы начинаем ее разделывать. Вот так выглядит, она вот так вот вся в тузлуке, она была прижата гнетом, день солилась, смесь посолочная, также соль 2 к 1. Задача какая? Сделать филе корешки без костей, то есть полностью удалить все кости из рыбы. Показываю, как мы это делаем. Значит, ножом отрезаем голову, распарываем брюхо, аккуратно вытаскиваем кишки для того, чтобы очистить икру, если корешка с икрой. Икра в корешке самая вкусная, вот ее оставляем. На уровне бокового плавника нажимаем, оборачиваем шкуру, очищаем ее до верхнего плавника. Берем за верхний плавник, нажимаем и шкуру снимаем. Все, вся шкура с корочки снята. Срезаем хвост на бок, вот получили тушку корешки без шкуры вообще. Теперь наша задача снять, отделить мясо от костей. Для этого пальцами надавливаем в передней части и аккуратно отделяем мясо от кости, так, чтобы мясо при отделении не отрывало за собой кости. Вот, видите, все просто. Мясо отдельное, кости, вот они все, позвоночник остался на другой половине. Одна часть готова, теперь вторая, также с этой стороны, только теперь с этой стороны. Нажимаем, вот, вот здесь. Все, вот он позвоночник, корешки со всеми костями, вот филе. Все ясно и понятно, ничего сложного. Вот, и таким образом, значит, мы-то и делаем все ведро. Потом в дальнейшем эту корешку мы порежем еще на более мелкие кусочки, засыпем луком и зальем маслом. Все, собственно говоря. Еще раз мы показываем на корешки. Раз. Да, вот все, икра. Икра это очень ценная штука, поэтому аккуратненько вытаскиваем кишки, чтобы они нам не мешались, и икру, собственно говоря, удаляем. Дальше мы ее положим в масло. Вот еще раз на плавники надавливаем, оборачиваем шкуру, вот с этой стороны, схватаем за плавник. Вместе с костями, вот плавника, вот это очень важно, с костями вытаскиваем и снимаем дальше всю шкуру с корешки. Есть, сняли. Срезаем, надавливаем, пальцами, проводим, 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 отделяем, есть. Вот все кости, вот они. Теперь с этой стороны, надавливаем, проводим, проводим, проводим. Есть все, вот видите. На самом деле очень, очень просто. Вот все, что осталось, собственно говоря, все остальное от филе. Этот рецепт достался мне от моего крестного отца Владимира Федоровича Начетова из национального села Тымлот. Там всегда эту корешку ловят, маринуют и очень вкусно. И вот отец мой так все время делал, вот теперь я уже давно делаю очень вкусно. И на самом деле корешку из всех ее способов готовки, там жарко, вялить, там, ну не знаю, что там все еще можно делать. Вот это самый вкусный способ. И получается, если, конечно, не пересолишь, получается отличная просто рыба. Так что всем рекомендую. Теперь нам нужно почистить лук. Порежем его кольцами. Лук все равно какой-то, в самом деле, синий, но можно и какой угодно. Кольца можно покрупнее делать, все равно мы их разбирать. Так, готово. Берем такой контейнер и начинаем складывать. На дно кладем лук, потом, соответственно, дадем корешку поплотнее. Обычно я солю всегда 30 корешек. Это, как правило, вот такое количество рыбы, которая сразу быстро съедается, чтобы оно не долго не хранилось и не портилось. И влезает два контейнера. Начинаем заливать масло. Масло заливаем аккуратно, чтобы полностью масло закрыло всю кулюшку. Поправить. Вот. То есть, чтобы просто масло туда... Главное, не торопиться. Аккуратненько, потихоньку налить. Вот воздух выходит. Слой масла оседает. Воздуха быть вообще не должно. Тогда рыба, она герметична тогда лежит и, соответственно, не окисляется. И не прогоркает. Вот все. Закрываем крышкой. На этом все. Приятного аппетита. Надеюсь, вам понравится наш рецепт. Рецепт. Рецепт.